Архитектурный патруль я проведу очень тайного, секретного новостроя, который спрятался от нас вот здесь, во дворе. Вокруг здесь только трех- и четырехэтажные здания, а там новострой, многоэтажка. А это, между прочим, классический одесский подъезд. Он весь в пыли, в грязи, в трубах и в проводах. Территория этого жилого комплекса на самом деле не такая привычная, как мы уже сейчас видим для себя. Ой, и штырь тут торчит. Хороший зеленый газон, все красиво. Мне очень нравится. Зелененько, смотри. Пожалуйста. Все для людей. Фасад облицован красным кирпичом, но кое-где сам процесс складки нарушил. Но даже в этом новострое есть некоторые элементы практичности, которые, в принципе, где-то на грани с дебилизмом. Изначально застройщик даже не соизволил на подвал поставить крышу. Поэтому вместо него эту работу сделали местные жители. Ну, сделали, в принципе, как могли. Потому что туда уже, вероятно, затекает вода. Не, я туда не полезу. Там плохо пахнет. Но даже в самом хиленьком жилом комплексе обязательно должна быть детская площадка. А плиточка-то тут осела. И поэтому у нас образовался вот такой вот зазор. Сантиметров пять. Пригласили меня в гости в один из новостроев Преборжанская 35А. Новый дом. Попробуем сюда заехать. Тут у нас ворота металлические. Кнопки вызова нет. Чтобы могли мне их помочь открыть. Здесь порожек. Разумеется, заехать я так не могу. Кстати, оно и что-то еще и током бьется. Может, заземление где-то. Куча проводов. Может, что-то кинуло на металл и на заземление. Видишь? Вот, молодой мужчина, можно вас? Вот. О, спасибо большое. Вот. Если можно, подтолкнуть, когда я буду заезжать. Да, видите, здесь одна ямка, вторая. Мне нужно заехать по вот этому импровизируемому пандусу. Но это не пандус, ребят. Это просто для спуска, подъема детских колясок, грузов. Ну, и клади какой-то. Ну, разумеется, не для инвалидной коляски. Видите? Тут даже нету ни поручни. Высота намного больше, чем предусматривает ДБН Украины. То есть это не пандус. Я вижу, что вы человек с инвалидностью. Вот. Как, скажите, вам парковаться в этом дворе? Так бывает. Бывает, что не могу парковаться. Бывает, что... То есть в этом дворе абсолютно нету места предназначено для парковки вашей машины, человека с инвалидностью? Да. Вообще нету. А где оно? Где обозначено? Я так понимаю, что это специально сделали местные жители. Вероятно, в эти двери либо очень сильно задувает, либо сделали для того, чтобы эти двери не снесли. Явно они очень плохого качества. И третий вариант, зачем здесь нужно вот это ДСП, это для того, чтобы во время пожара отлично загорелись входные двери. В этом доме всего лишь 7 этажей. А кнопочек тут целых 10. Никуда не едем. Почему-то загорелась, но 9 этажа тут нет. И 8 загорелась, хотя все до 7 этажей. О, тут какой-то дышит. В этом лифте я себя чувствую, как на тачке. Ну, знаете, в детстве это было смешно, задорно, интересно. А вот уже когда-то, упс, во взрослой жизни, то на тачке кататься не очень интересно. Ох, и громкие двери. Кстати, лифт Могилев, лифт Маш. Это, наверное, один из самых дешевых подъемников на рынке, какие только можно, в принципе, придумать. Это как Запорожец 60-го года. Ну, не пахнет здесь никакой автоматикой. Это выемка не скамеечка, а вот тут должны были быть батареи. Отопление какое-то должно было быть в подъезде. А его нет. Лестничный марш – это такая очень важная конструкция для дома, которая, на самом деле, цельно отливается непременно на заводе. Там она должна проходить проверки. Именно там решается, для какого жилого комплекса, для какого дома подходит этот лестничный марш, а для какого – не очень. А вот то, что мы с вами здесь видим, это не лестничный марш. Это ступеньки, которые просто очень тупо набросали, накидали, сложили как конструктор, еле-еле здесь вот перемазали цементом, хотя вот здесь, на самом деле, щели в два-три пальца. По строительным нормам, вот в таком виде, с вот такими типа ступеньками, сдать жилой комплекс в эксплуатацию невозможно. Потому что в случае какого-то землетрясения, даже небольшого просто толчка из земли, все вот это нафиг посыпется. На серединке между лестничными маршами прошла трещина. Трещину наблюдаю вот здесь. Она настолько ровная, что у меня складываются впечатления. Я уверена в этом на 99,9%, что даже вот эта вот штука, которая якобы пора для этого псевдолестничного марша, тоже собрана из частей. Вы из чего собирали этот дом? Чаще всего в новостроях я встречаю трещину между двумя разными материалами. Ну, просто не соблюдая технологию. Но в данном случае вот такие вот косые трещины говорят ровно наоборот, что вот этот дом садится. Пока что это не страшно, но здесь пора ставить метки. Этот дом сдан в эксплуатацию в 2009 году. И это означает, что ему осталось всего лишь один год до окончания статуса новостроя. Еще сейчас можно подать в суд на различные нюансы. А их здесь море. Мы ставим три нет этому жилому комплексу. Первое нет. Это нет пожарной безопасности. Вообще ничего. Деревянные двери будут гореть очень быстро. Нет этим лестницам. Какие вы вообще достали? Из какого хлама, из какого мусора вы построили этот лестничный марш? И нет в этом доме новом доступных. Пандус отсутствует. На месте бы председателя ОСНД в этом доме можно было бы подать в суд на главного инженера, на парараба, которые строили этот дом. Ну и самое главное, с точки зрения архитектурной композиции, во-первых, он находится между двух, трех, четырехэтажными зданиями. Хоп! И здесь вот такая вот бандура всем этажей. Это нарушает вообще целостную комплексную архитектуру города. И нужно садить в тюрьму того человека, который разрешил вот это построить. А построено еще и с техническими нарушениями. Очень глобальными. Похоже на перцовый пластырь. Который пора отодрать. Пора отодрать. До встречи. Хорошо, что никто не покалечен. Продолжение следует... Продолжение следует...